Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли любимица всех самых престижных оперных сцен мира, ну и, конечно, самых престижных концертных залов мира сопрано Юлия Лежнева. Рад вас видеть, Юлечка. Добрый вечер. Добрый вечер. Для тех, кто знает, не нужно перечислять ваши звания и награды. Ну, а для причащающихся скажу. Гран-при 6-го международного конкурса квалистов Елены Образцовой, 7-й год. Первая премия международного конкурса в Хельсинки. И вы там, помимо прочего, прославились тем, что стали самой молодой участницей за всю историю конкурса. Ну и первая премия международного конкурса оперных певцов Париж, 10-й год. А сегодня в Москве вы своим сольным выступлением в Большом зале консерватории открываете новый фестиваль опера априори. Значит, вы представляете программу, которую же исполняли в Европе, но в Москве она прозвучит впервые. И я так понимаю, что эта программа вообще в чем-то действительно априори, то есть до опыта для очень многих даже вокалистов. В чем ее особенность? Для меня это абсолютно естественная музыка и абсолютно натурально. Я с детства мечтала эту музыку исполнять, я даже не знаю. Для меня это просто... Я дышу этой музыкой. Я с детства мечтала это петь. Это музыка не просто оперные арии. Это музыка в развитии, в динамике от раннего барокко, то что вообще немного исполняется, до... До Моцарта. До Моцарта. И вот давайте тогда начнем с самого знакомого, с Вальфганга Амадея. Я так понимаю, что речь идет о 16-летнем юноше, который в подражание многим своим предшественникам, знаменитым и не очень, взял и сочинил матет. Вот чуть-чуть подробнее об этом, потому что матет нынче не очень часто исполняемая вокальная полифоническая история. Вот если можно конкретно об этом моцартовском матете. Ну, этот матет был написан для знаменитейшего кастрата. Да. И это сольный матет, да, то есть это для сольного голоса, чтобы показать все возможные изыски, голоса, аподжатуры, верхние ноты, я не знаю, все возможности голоса, так чтобы лучшим образом продемонстрировать певца и его способности. А вот такая любовь к, ну, не слишком простой оперной музыке, вообще не слишком проста, но мы знаем, что есть очень популярные арии, они всегда пользуются успехом. Не совсем про вас история, так вот такая любовь к не слишком простой оперной музыке, она когда проснулась в вашем организме? В Кардифе или в Москве? Еще в Москве. В Москве? Еще тогда, когда я обнаружила в себе оперный голос, ну, лет в 11, потому что до этого я пела в хоре, и я сразу поняла, что я хочу исполнять барочную музыку. У меня было куча записей и всякие оратории, и оркестровая музыка, и мне просто хотелось петь эту музыку, никакую другую. И более того, опера и вот всяческие знаменитые оперные арии, то, что чаще всего исполняется, это все мне категорически не нравилось. Для меня было неприемлемо вообще звучание вот голоса, оперное, настоящее, с этим вибратою. Сейчас я, конечно, это обожаю. Опять же, немножко не мое пока, голос еще пока слишком молодой, но тогда для меня это звучало как что-то кошмарное. Я не могла слушать оперу, я выключала тут же телевизор, хотя мне очень хотелось музыку послушать. Вот какой парадокс. Может быть, это было связано с тем, что я играла на фортепиано, и у меня какое-то, может быть, инструментальное мышление было, может быть, так. Вы сказали, что слушали очень много записей. Я пытаюсь с года вашего рождения прибавить несколько лет до момента серьезной заинтересованности, ну, в подростковом возрасте, вы сказали, 10-11 лет. То есть это получается 98-99 год. 11-12. 11, даже 12. И я так вот пытаюсь вспомнить то время и понимаю, что достать много записей в хорошем исполнении для девочки, которая приехала несколько лет назад из Южно-Сахалинска, это же какая цель должна быть в жизни. Это родители помогали? Да, родители поддерживали всячески. Ну, вот удивительно, но это был мой педагог по сольфеджу. Она коллекционировала, она ездила периодически в Европу смотреть мир, и она привозила, доставала эти записи и делилась со мной, не жалела ничего, и переписывала для меня. Как зовут? Кира Косова, Елена Владимировна. Спасибо вам большое, Елена Владимировна. Спасибо. Продолжайте вот так же. Ну, вот смотрите, у нас программа будет на многие-многие годы вашими стараниями заполнена замечательными гостями. Это счастье, когда у детей есть такие педагоги. Просто счастье. Абсолютно. А дальше Кардиф, знаменитая академия вокальная. Это уже после колледжа, при консерватории. Ну, московского. Да, мне было 14 лет. Я училась как пианистка и как вокалистка одновременно. Сначала я думала поступать на фортепианное, но в процессе подготовки сольфеджио я поняла, что я не очень-то тяну, но тем не менее я поступила, и для меня главное было вокальное отделение. Потом так вышло случайно. Я занималась сольфеджио с педагогом, и она услышала, как я пою сольфеджио иные номера, и сказала, что ты что, почему ты медлишь? Немедленно пойдем прослушиваться к Горячкину, который тогда еще был с нами, сейчас его уже нет. И он сначала не хотел слушать, у меня было всего 14, и категорически я отверг всяческие просьбы Аверьяновой, Ольги Ивановны. Но она настояла, и когда он услышал, сказал, что обязательно мы идем к Скусниченко прослушиваться. И то же самое было с Скусниченко. А вы как-то себя бережете? Голос как-то экономите? Или сейчас вот прям, ух, вот куда позовут, так и... Нет, нет, конечно, я стараюсь держать себя в узде, потому что я человек чрезмерно эмоциональный, я считаю. И у меня большая проблема, я люблю вот говорить. Я не могу сказать, что я хороший оратор, но я люблю эмоционально высказывать свои мысли, особенно в компании друзей, с людьми, которые мне доверяют. Одним словом, поспорить любите. Ну да, и поделиться своим мнением, и могу говорить безумолку, и вообще очень эмоционально. И я чувствую, что я себя растрачиваю иногда. Хотя раньше этого не было, когда я была совсем маленькая, и училась, я была какая-то очень скромная, и скорее даже очень сильно застенчивая. И вот во мне совсем этого не было. Я могла прийти домой, сразу же сесть и заняться чтением партитур каких-то. Сейчас я понимаю, что для меня общение – это смысл жизни. Не только общение посредством музыки, безусловно, но и вот такое человеческое. Я вот абсолютно сголодалась, поэтому вот сейчас у меня такой период, когда я просто не могу остановиться. И как раз вот именно в эту неделю я поняла, что так, надо немножко к себя взять в руки. Всё-таки уже достаточно много я выступаю, пою концертов, и это довольно серьёзная уже музыка пошла, и серьёзные у меня к себе требования, и расписание тяжёлое, и множество переездов. Хотя, опять же, тут очень грамотно я всегда продумываю, чтобы у меня было время на то, чтобы приехать, например, за три дня, как минимум, до даже начала репетиций, чтобы привыкнуть к месту, к отелю, погулять, просто успокоиться, начать нормально дышать, пожить вот в этой атмосфере, и затем только уже начинать работать. Даже при этом, при том, что я себе устраиваю абсолютно роскошные условия, всё равно я чувствую, что я, видимо, слишком молода, что ли, то есть незрела ещё. Ну, здесь я поясню, вы имеете в виду роскошные условия для вокалистов, существующих в нынешних реалиях, потому что мы знаем, и я с многими вашими коллегами разговаривал в этой студии, что утром приехал, через час распелся, вечером вперёд на сцену. Так и есть. Но вот следующая ступенька, вот после стариков Генделя, Букстыхуды и, да простит меня, Моцарт, даже Матет, вот следующая ступенька из оперной жизни, что это может быть, по-вашему мнению, или должно быть? Ну, вот, честно говоря, не хочу даже думать об этом. Я не то, что я человек, не смотрящий в будущее, просто я мечтаю, вот, чтобы всё было так, как было у меня в детстве, как сейчас, что для меня эта жизнь, это каждая секунда, каждая минута вот этих переживаний, каких-то мыслей, наслаждения просто вот каждым моментом. И планировать, конечно, невероятно важно, особенно, что сейчас всё так летит, на 16-й год уже даже всё забронировано, что, конечно, огромную нагрузку оказывает психологическую на меня. Ну, я могу предположить, чисто вот, чтобы ответить на вопрос, но Россиня, конечно же, да. Но у вас уже диск записан с Россиня? Да, но это... Так, секундочку. Да, есть такое. Но я бы сказала, что это было скорее... Если бы не Марк Менковский, который... Дирижер. Да. Который, которого эта идея, как раз, и была выдвинута для меня, и он, можно сказать, и настоял на этом, потому что я была абсолютно испугана, и мне казалось, что это неподъёмным. Ну, не знаю, как вы были испуганы. Вот эта популярная запись из королевского Альберт Холла, где вы поёте как раз, извините меня, Арию Россини, причём крайне редко исполняющуюся, насколько я понимаю, это... Ария Елены. Да, из Девы озера. Ну, я бы не сказал, что вы там... Это вызвало какое-то духоподъёмное настроение мгновенно в зале, и вас там такая малоизвестная певица, насколько я знаю, пригласила. Да, меня пригласила дама Кири Токанова. Леди. Леди, да. Она приехала в Кардив давать мастер-классы, когда я там училась, второй год моего обучения. И как-то она ко мне очень прониклась, я как раз исполняла именно эту Арию. И я даже помню, что она не сделала ни одного замечания, что меня крайне удивило. Я стояла абсолютно ошарашенная, как же так, я смотрела ей в рот и ждала чего-то, хотя бы чего-то, но она попросила меня спеть ещё раз, и всё. И в тот же вечер меня позвал к себе Денис Унил, мой наставник, и сказал, что, ты знаешь, она пригласила тебя в Альберт Холл успеть быть её как бы протеже, представить тебя как свою протеже, потому что она там будет получать такую награду серьёзнейшую. И она поставила условие... Да, это British Awards. Да. Classical British Awards. Что она хочет привезти одного из своих подопечных, из молодых артистов, которых она опекается. Вот это оказалось ясно, совершенно случайно, хотя мы не были знакомы до этого. Хорошо, так всё-таки вот говоря об операх, ну понятно, вот Тамерлан Гендели или его же опера «Алессандра», та же вот Россиневская история с «Девой озера», а вот такой, я не знаю, подъём, движение в сторону по поводу каких-то популярных, «Норма», например. Ну вот есть, ну, эталонные, наверное, записи, да, то есть Эдиты Груберовой, к которой вы, наверное, неплохо относитесь, я так подозреваю. Обожаю. Вот. Вот норму, замахнуться на норму. Мечтаю когда-нибудь, но думать об этом не хочу, не могу, могу только мечтать. Я хочу, чтобы всё это приходило ко мне совершенно естественно. Любое желание возникало у меня так, что вот я не могу сейчас жить без этого, что вот пришёл момент, я очень импульсивный человек, крайне интуитивно идущий по жизни. Вот когда я пойму, что всё, вот мне надо это, и моё тело созрело, и дух готов, и только тогда я могу убедить себя и убедить слушателей. А вот если с друзьями спорите, то чаще всего по какому поводу? Я спорю, я никогда не спорю. Вот может быть, я не права, может быть, я и спорю. Я, наверное, спорю, но не думаю, что я спорю. Мне не кажется, что это спор. Я спорю, но не спорю. Это замечательно. Наверное, какие-то дискуссии связаны с голосами и с записями, и сравнение записей. Вкусы все разные, слышат все по-разному. Те детские впечатления, когда вы слышали голоса, и они вам казались совершенно недостижимыми, те люди, которые там, где-то, в этих далёких студиях, за какими-то неведомыми микрофонами что-то там колдуют. Сегодня это ваша жизнь. А вот из тех недостижимых оперных величин сегодня вы уже со многими познакомились? Думаю, да. А какая встреча была самая сногсшибательная для Роси? Даже не могу выделить какую-то конкретную. Для меня каждая встреча уникальна. Я дорожу буквально. Даже для меня не столько важна значимость человека, его авторитетность, как вот то, с каким лицом он входит, например, на репетицию, как он себя ведёт, как он с собой общается. Даже, допустим, вы не сблизились, а просто побеседовали на какие-то абстрактные темы. Вот какое-то такое вот ощущение в воздухе, знаете, когда вы ощущаете запах человека, и вот его присутствие, или, наоборот, отсутствие. Вот мне вот это важно. И когда я понимаю, что этот человек знаменитейший, как он поёт, или она, и когда я чувствую, что понятно, почему этот человек его так любит, потому что он в тебе какие-то, вот в тебе что-то шевелится, когда он рядом. Ну, и самый последний вопрос. Мы очень много читали о сверхзапросах сверхзвёзд оперного мира, о их странном, иногда таком сверх вызывающем, экзальтированном поведении. Вот это вам как? Я отношусь к этому спокойно, потому что... А вы с этим сталкивались? Нет. Нет? Нет. А себя такое видите? Мечтаю никогда, чтобы никто не испытывал дискомфорт, а вообще не со мной. Мечтаю всегда, чтобы всем было легко и спокойно со мной. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Надеюсь и уверен, что вы не изменитесь, что будете такой же очаровательной, естественной. Мне очень было приятно с вами разговаривать, ну и слушать вас тем более. Спасибо. Спасибо вам. Юлия Лежнева, вот такая вот сопрано сегодня в главной роли на канале «Культура». Спасибо. Низкий поклон. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok